Доброго времени суток, друзья! В данном видео я хотел бы рассказать вам о дозиметре-радиометре Анри-01 Сосна, который производился на БПЗ в городе Борисов. Итак, а что же такое БПЗ, спросите вы? БПЗ это белорусский полупроводниковый завод, который находится в городе Борисов. Сейчас данный завод называется Открытое акционерное общество «Экран». История данного завода начинается от 16 мая 1974 года, когда Министерством авиационной промышленности СССР был подписан указ за номером 87 о создании строящегося БПЗ. Новый завод должен был освоить производство авиационных приборов в самые сжатые сроки. И да, действительно, за неполные два года завод был построен и введен в эксплуатацию. А именно, 7 января 1976 года тем же самым Министерством авиационной промышленности был подписан приказ за номером 3 о вводе в число действующих БПЗ. Именно эту дату завод и празднует как свой день рождения. С самого начала продукции предприятия были пилотажно-навигационные комплексы, системы автоматического управления, командно-пилотажные приборы и контрольно-проверочная аппаратура для самолетов серии СУ и МИК. Но в 1991 году в связи с развалом СССР или кратко СССР завод взял курс на конверсию и освоил производство совершенно новых элементов, а именно автотракторного электрооборудования и автомобильной электроники. Первоначально это были датчики уровня топлива, датчики давления, датчики температуры, стеклоомыватели, выключатели массы и прочие приборы. В том числе завод освоил производство вот такого замечательного дозиметра-радиометра Анри-01 Сосна, который мы сейчас и рассмотрим, поскольку краткий экскурс в историю завода можно считать закрытым. Итак, технические характеристики я вам сейчас кратко зачитаю. Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения у данного радиометра от 0,1 до 100 мкз в час. Диапазон измерения плотности потока бета-излучения от 10 до 5000 частиц на сантиметр квадратный за минуту. Диапазон энергии, измеряемых для гамма-излучения от 0,06 до 1,25 мегаэлектрон-вольт, а для бета-излучения от 0,5 до 3,00 мегаэлектрон-вольт. Основная относительная погрешность измерения плюс-минус 30%. Время установления рабочего режима не более 5 секунд, а время измерения порядка 20 секунд. Время непрерывной работы от одного элемента питания, а в качестве элементов питания здесь используется элемент питания 9-ти вольтовая крона, не менее 200 часов. От одной кроны он должен проработать. Габариты прибора 82 мм на 133 мм. Это длина, ширина и высота, либо толщина 45 мм. При таких габаритных размерах прибор весит порядка 350 грамм. Газ прибора порядка 350 грамм. Это что касается характеристик прибора. Перейдем теперь к органам управления. На лицевой панели вы видите в самом низу, снизу будем двигаться вверх, на самом низу это отсек для элемента питания кроны 9-ти вольтовый, который закручивается на двух винтах. Здесь в зависимости от модели прибора могут быть либо три кнопки контроль-пуск-стоп, либо же две кнопки контроль и кнопка пуск-стоп совмещенные. Дальше идут переключатели. Включение-выключение прибора и переключатель рабочих режимов МД и Т. Индикатор жидкокристаллический цифровой. Сбоку прибора есть разъем под выносной блок детектирования. К сожалению, данные блоки детектирования есть только в теории. В практике я ни разу не видел выносного блока детектирования. И с обратной стороны есть крышка, за которой скрываются либо два счетчика СБМ-20, счетчики Гейгера-Мюллера типа СБМ-20, вот как в данных модификациях прибора, либо четыре счетчика, как в данной модификации. Вот четыре счетчика типа СБМ-20. Почему в одном приборе установлено два счетчика, а в другом четыре? Это зависит от модификации прибора. Дозиметр-радиометр Анри-01 Сосна выпускался в двух модификациях. Анри-01, вот Анри-01, в этом радиометре четыре счетчика. Анри-01 Сосна он назывался, вот вы можете прочитать. Либо же Анри-01-02 Сосна, вот в данном случае Анри-01-02. Два это количество счетчиков. Цветовая гамма была приборов достаточно узкая. Выпускались приборы либо белые, либо серые, как вы видите на данном экране, либо черные, либо красные. Всего лишь навсего четыре цветовые расцветки. Теперь перейдем к принципам работы данного прибора. Включаем прибор кнопкой включения. Теперь мы по инструкции должны убедиться в том, что прибор является работоспособным. Для этого предназначена на лицевой панели кнопка контроля. Вот в любой модификации с левой стороны есть кнопка контроля. Зажимаем кнопку контроля и нажимаем кнопку пуск. Модификация с четырьмя счетчиками должна показывать контрольное число 512, а модификация с двумя счетчиками должна показывать контрольное число 1024. Сейчас мы этот факт и проверим. ANRI-01, как вы видите, с четырьмя счетчиками показывает контрольное число 512. Сейчас мы проверим контрольное число у модификации с двумя счетчиками. Зажимаем кнопку контроля и нажимаем на кнопку пуск. Идет счет и в течение 20 секунд должно отобразиться контрольное число. Для данной модели оно должно быть равно 1024. 1024. Радиометр в абсолютно работоспособном состоянии, поэтому можно переходить в режим измерения. Для того, чтобы запустить измерение, достаточно нажать на кнопку пуск, как в данном случае. В течение 20 секунд будет производиться счет. По окончании счета радиометр подаст звуковой сигнал и результирующее выведется на экран. К сожалению, во время счета не озвучиваются зафиксированные счетчиками гамма-кванты и радиометр абсолютно беззвучный. Вот результат 9 сотых в данном случае микрозиверта в час. Теперь, если мы переведем радиометр в режим T, то есть переведем левый переключатель в крайнее правое положение, то радиометр будет подавать звуковой сигнал через каждые 10 зафиксированных импульсов. Не суть важна, за которое время они будут набраны. Давайте проверим. Переведем, вы видите, радиометр в режим T. И сейчас радиометр будет измерять, как только он измерит 10 импульсов, он подаст звуковой сигнал. 6, 7, 10. 10 импульсов подачи звукового сигнала. И пользователь должен самостоятельно контролировать, за какое время были набраны вот этих вот 10 импульсов. Вот что касается относительно режима T. Также с помощью данного радиометра можно измерять и плотность потока бета-излучения. Вот формула для просчета плотности потока бета-излучения. А также можно рассчитать объемную активность. В рамках данного видео я вот эти величины показывать и рассчитывать не буду. Потому что, как показывает практика, никто не производит такие вот вычисления. Хотя формула для вычисления и плотности потока бета-излучения, и объемной активности есть. Вот она присутствует на задней крышке прибора, которая является крышкой блока счетчиков. Итак, теперь лично мое субъективное мнение относительно данного прибора. Прибор хорош тем, что мы имеем доступ к счетчикам. То есть мы можем теоретически измерять и гамма, и бета-излучение. Мы можем открывать крышку счетчиков. Прибор по сравнению с современными аналогами достаточно дешев и достаточно компактен по своим размерам. Есть звуковая сигнализация, но в данном случае она достаточно урезанная. Есть возможность подключения выносного блока детектирования, но никто этих выносных блоков детектирования не видел. Что касается слабых сторон данного прибора. Ну, эргономика у прибора достаточно плохая. Почему? Потому что если мы возьмем прибор в одну руку, то есть, например, в правую, то нам легко манипулировать с помощью большого пальца кнопками, отвечающими за пуск или стоп измерения, но тогда мы остальными пальцами перекрываем один из счетчиков. Если же мы возьмем прибор вот таким вот образом, то есть откроем доступ к счетчикам, то тогда нам неудобно запускать измерение с помощью одной руки. Если же мы прибор возьмем вот таким образом, чтобы у нас был доступ и к кнопкам управления, и к счетчикам, то тогда неудобно держать этот прибор. Также недостатком, как мне кажется, является достаточно большой вес. 350 грамм для данного прибора при его линейных размерах, достаточно компактных, это несколько многовато. Также большим недостатком, я считаю, отсутствие как звуковой сигнализации превышения допустимого порога, так и звуковой сигнализации озвучивания гамма-квантов. Здесь звуковой сигнал подается либо в конце счета, по истечении 20 секунд, либо же, если у нас радиометр в режиме Т, то звуковой сигнал подается по результату фиксации 10 импульсов. Я считаю, что это неудобно. И также я считаю, что этот режим Т вообще неудобен тем, что пользователь должен самостоятельно производить замер времени, за который эти 10 импульсов были набраны, и таким образом он должен рассчитывать самостоятельно по какой-либо формуле, не по какой-либо, а по формуле, приведенной в инструкции по эксплуатации, вот с такой вот книжонки. Вот он должен рассчитывать самостоятельно дозы. Это не всегда является удобным, поэтому, как показывает практика, все работают с этим прибором в основном в режиме МД, 20 секундном. Вот такой вот радиометр Анри-01 Сосна. Если у вас возникло желание приобрести данный радиометр, вы можете смело обращаться ко мне. У меня, как вы видите, всегда есть проверенные приборы в идеальном состоянии. А также я хотел бы напомнить вам, что будьте осторожны с источниками ионизирующего излучения. Всех вам благ и удачи. До новых встреч.